а здрасте всем друзья привет уленьки мы продолжаем играть nf марш 22 ферма и у нас сентябрь начало осени тоскливая пора и что же мы будем сегодня делать а честно говоря заняться сегодня-то особо и нечем у нас есть всего три контракта спашка культивация и культивация они такие довольно жирненькие конечно сентября практически ничего не созрело 11 поле созрело но контракта на уборку 11 поля вообще нет что у нас там на 11 поле белая капуста посевы засохли по-моему тут как-то даже прям убрано нет как будто что-то не прогрузилась но ладно ну давайте тогда отправлять ребят работать они вроде как должны будут быстро справиться на поле поменьше на культивацию 76 мы отправим наши чизили всей толпой значит 1 отправляем на поле 76 и рисуем ему маршрут цель не на поле логично положим что на поле генерируем маршрут на четыре рабочих устройства и ты у нас соответственно по рези поедешь влево 2 самым первым погнал они у меня тут правда при выезде если их отправлять прямо с точки они едут сначала паркуются а потом едут работать но ничего страшного у нас такая же фигня примерно было в 19 ферме всегда я забыл единственно сделать этот маршрут скопировать копируем его и вот этому товарищу мы его вставляем он у нас поедет влево 1 и тоже на поле 76 погнал далее вот этот товарищ ему мы этот самый маршрут тоже копируем с день и он у нас вправо 1 пойдет работать и тоже на поле 76 как ни странно давай друг погнал я эти три трактора даже из-под замка скрывать не буду они все равно всей толпой едут если они мне вдруг понадобятся то я его найду переключившись на вольву потабу этот у нас поедет работать вправо 2 тоже на поле 76 погнали они иногда могут не в том порядке ехать но ничего страшного абсолютно нету далее не холод вот этот топлива у него не очень много но он съездит на заправку заправиться это не проблема у нас едет на большое поле номер 50 работать вот отсюда тоже тебе маршрут генерируем готова как будто самое последнее отстающее поехала ты поле 50 с начальной точки за не погнал иди работай но и друзья контракт на вспашку у нас есть надо купить два полуга я уже говорил что я поставил модовые в какой-то серии я про них рассказывал если что его можно скачать из мод хаба или по ссылке в описании вот такой замечательный плуг его можно в любой цвет покрасить поэтому сначала купим трактор чтобы знать в какой цвет его красить 180 лошадей он требует а сколько у нас вот этот трактор лошадей который у нас здесь стоит 150 мало значит надо купить еще и трактор средний вообще думаю одного хватит не надо будет два по-любому брать вальтера волнит 190 лошадей у нас такого еще нету фэнда вот такого у нас нету такого месси у нас нету от этих месси фергюсона здесь настолько много что и они все плюс-минус похоже давайте возьмем вот такой вот вальтеру типа старую покрасим ее пускай остается темно-синий цвет и идет серый цвет обода оставляем номерной знак номер 57 у него уже будет а не фронтальный погрузчик не из ария ему здесь ничего не надо машины оставляем стандартная в общем-то и в таком виде его и покупаем и 2 2 2 давайте все таки вот этого вот месси возьмем с прокачанным двигателем на 180 на 190 лошадей немножко запасом настройка интерьера эксклюзив мне больше нравится вот вот этот дизайн они висари эдишен понятно стандартно идет с красным капотом этот идет с каким-то серебристым пойдет опять-таки все вот это вот нам здесь не надо и номер мы используем 58 окей готова этот мы тоже покупаем так с трактора приехали на какое-то поле ну и теперь плуги да 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 я понял вы приехали один из них темно-синий в цвет вальтеры только здесь такого нету значит будет вот такой покупаем и 2 у нас цвета месси фергюсон как раз красненький есть тоже его покупаем ну и вот они такие прекрасные стоят давайте месси запустим первым он все-таки помощнее скорее всего уедет вперед подцепляем этот плуг и что самое в нем замечательное он складывается и по дорогам нигде не не будет мешаться он у нас поедет работать на поле номер 62 и включит курс плей по прибытию курсе мы рисуем вот отсюда на вот здесь поле не самое такое прекрасное там по витрики стоят или башни какие-то давай три поворотных полосы два орудия у тебя будет да и в общем то и все ну чё-то даже сгенерировал вроде как похоже на адекватное с начальной точки и ты работаешь влево и тот же маршрут мы копируем за погнал и переходим в нашу вальтеру синяя вальтер кажется даже и неправильно да как-то не по фэн-шую вальтера должна быть оранжевый но ладно этот маршрут моего вставляем отправляем справа работать и тоже на поле 62 лук складываем само собой и погнал но и все у нас получается все пошли работать самое главное что мы походу даже не отобьем наши новые покупки этими контрактами но пофиг и в общем то я их тогда добиваю если появится что-то другое может посев какой-нибудь появится что-нибудь а зима и захочет компьютер посеять я это тоже сделаю и мы встретимся тогда с вами уже утром октября октябрь будет более продуктивное более интересной единственное только давайте предварительно еще заглянем в наш быга у нас здесь еще дохренище силоса осталось электрозаряд появился дегистата 93 куба потихонечку общем то он работает и жрет наши деньги ну и в навесах тоже электричество потихонечку капает режим производства зависит от солнца эвана как это все-таки так работает да прикольно но ладно ну да там вроде как с ревампом зависимости от дня ночи зависимости от погоды от времени суток от сезона есть различные настройки ладно друзья до встречи тогда в октябре здрасте еще раз у нас друзья уже октябрь и он оказался более веселым на всякие дела ежели сентябрь в сентябре толком ничего не было эти культивации с прошлой серии сделали и и все я вот октябрь повеселее во первых у нас в октябре сенокос и разумеется он сейчас идет во вторых созрели некоторые культуры и у нас во все идет уборочная например вот это здоровенное поле у нас убирается здесь кукурузка здесь два комбайна работает и вот этот вот джонни уже скоро закончат для джонни была куплена специально вот такая вот жаточка кукурузная красивая красненькая такая же как у нас была на для нью-холланда вот такая вот 9 метровая капелла за 95 тысяч хотя для джонни вообще есть жатка и побольше 12 метров но я честно говоря не знаю не очень похоже чтобы она была складная с прицепами играться не хочется поэтому я очень-то взял чтобы у всех были одинаковые также у нас на этом же поле трудится не холланд или класс у нас доступе не ни холланд у нас здесь трудятся не вообще-то у него тоже все хорошо кто еще у нас трудятся у нас трудятся вот эта вот косилка на сорок восьмом поле или это 47 а не важно а соседнее поле с травой тоже да это сорок восьмое поле соседнее поле рынок травой у нас тоже косится здесь работает наш cron big m 74 75 поле у нас сейчас обрабатывается они уже скошенный. Здесь у нас на 75-м ворошилка катается, а на соседнем 74-м катается волковая жадка. Сюда, соответственно, потом запустим тюкалку и забирать эти все тюки, увозить. Далее, кто у нас еще трудится? На 37-м поле у нас трудится наш культиватор, тоже по контракту работа. Здесь был созрет урожай, его собрали по контракту, отвезли, уже деньги получили. Кого, друзья, еще не показал? Не показал класс. Класс у нас трудится на 15-м поле. Здесь тоже собирается кукурузка. Там вообще всего 4 контракта на кукурузу. Два поля уже собраны, они не самые большие были. Ну, а два больших поля еще не до конца собраны, но уже вот скоро. Все это дело у нас сгружается на склад, потом со склада по-быстрому отвезем все и продадим. Также, друзья, есть у нас еще и контракт на вспашку. 46-е поле довольно-таки большой и контракт довольно жирный. В общем-то, делаться он будет тоже довольно долго, наверное. Но ничего, у нас сегодня и так очень много работы, поэтому успеет. Я сюда отправил два плуга. Один чуть попозже, чтобы они не пересекались. Потому что парой, когда они работают, есть там одна проходка, где они могут, в общем-то, встретиться и ничего хорошего не будет. Но он скоро приедет, просто чтобы фора была. Кстати, Вальтера наша с плугом не справлялась синяя, которую мы купили. Поэтому она была обновлена на фент. Но он еще не приехал на поле, насколько я понимаю. А из таба он выключен. Я его не включал, потому что они приедут, сделают, припаркуются обратно, чтобы на него не щелкать. И работать им здесь всего час. Вот он, наверное, подъезжает к полю. Сейчас я его покажу вам. Да, вот такой зеленый фент. Соответственно, плуг для него был перекрашен в цвет фенда. Ну и, в общем-то, и все. Это, друзья, что касается контрактов. Погнали на нашу базу и на наши поля. У нас на базе тут складируется кукурузка. 794 куба. Это все с контрактных полей. Потом вывезем. Наши поля, которые должны были созреть, они созрели. 34 поле. Здесь у нас выросли соевые бобы. Поэтому наша задача сегодня их убрать. На 35 поле у нас тоже выросли соевые бобы, поэтому их уберем. На 36 поле, друзья, у нас появились сорняки. У нас канола и внезапно третья стадия роста из восьми. А вчера была первая. Но ладно. В общем-то, что я сделал? Я, друзья, эти сорняки прошелся по лольникам, чтобы получить максимальный урожай. А сверху, друзья, прошелся поливалкой с этим точечным опрыскиванием. И, соответственно, гербициды потрачены не были. Но вроде как где-то я читал, что это такой лайфхак, как вывести вот эту экологию на максимум. В итоге в экологию засчитается точечное опрыскивание. Во-первых, не знаю, как будет это работать. А во-вторых, черканите в комментарии, как бы, читерство это или можно так делать для максимального урожая и хорошей экологии. Также абсолютно, друзья, я поступил с нашим... Какое у нас там еще? 38-ое поле есть. Там у нас тоже канолу мы засадили вчера. А не, все правильно, мы в августе сеяли, сентябрь почти промотали и в сентябре я вот этим вот и занимался. Да-да-да, все правильно. А вот, у нас еще созрело поле с подсолнечником и это уже поле довольно-таки большое. И, в общем-то, по поводу наших полей, наша задача сегодня собрать бобы и подсолнечник. В общем-то, на подсолнечник, наверное, мы отправим два наших комбайна, которые, наверное, сейчас первые закончат работать, а потом перецепим жатку на Джоника, или класс там работает один у нас. Отправим его работать на соевые бобы. Да, Нью-Холланду тут две проходочки вот осталось сделать и он тоже закончит. Джонни уже закончил. Давайте его, в принципе-то, и отправим тогда работать. Если он, конечно, с этой жаткой доедет до поля, потому что они и спотыкаются. Жатка очень широкая. По автодрайву они ездят, ну, прям так себе. Поле 39 у нас. Наше с подсолнечником. Не самое маленькое. Отправляем его работать с загонами, все как полагается. Намного удобнее это все дело, всем советую. И одного мана тогда надо будет отправить с ним. Кто у нас работает? Белый, понятно. И вот поле 19. А ну-ка, стой. Ты у нас поедешь работать на поле 39 тогда. Правда, немножко ему надо подождать, пока туда приедет комбайн. А то он туда доедет раньше, он сейчас с базы выезжает. А классу нашему еще 47 минут работать. В принципе, долго. Но тут и поле немаленькое. Он в одиночку его. Так, контракт на поле 79 завершен. Оно у нас уже выкошено, поэтому мы его принимаем. Да, контрактов я тут нахватался. Дай боже. Еще есть на уборку, но здесь корнеплоды. Лук, морковь, лук, хлопок, хлопок. А лук, короче, эти контракты я не брал. Хотя вот с 54 поля соблазнительно. Но убирать нечем. А также, друзья, у нас есть еще тюковочка силоса, которую мы тоже не будем игнорировать. Но сначала пускай наши косилки освободятся. Им еще 45 поле косить. Оно большое. Да, 9,5 метров как-то маловато. Это, наверное, вообще на 9 метров у меня. На 10 метров у меня косила вот эта косилка. Надо ставить 9. Несмотря на то, что в описании, где наши косилки, поттингер 10 метров. Но нихренашеньки, он пропускает. 9 метров надо ставить. Иногда я 9,5 ставлю. Но там тоже пропуски периодически есть. Ну и, друзья, наш биогаз. Силоса уже довольно много переработалось. Я вот боюсь, что все остатки. Хотя тут мало контрактов, так что там не будет много остатков. Носилось почему-то маловато контрактов. Больше все на сено. Но я надеюсь, хватит туда забить его немножко. Почти 500 кубов электричества у нас уже сделалось. Пока что продавать его смысла я не вижу. Тем временем у нас ворошилка закончила ворошить. И пора ее отправлять на это поле. 7 минут еще этому товарищу косить. Но, блин, ворошилка начинает с того места, где заканчивается этот. Поэтому подождем, пока он докосит. С другой стороны... Боже, сколько всего работает у нас. С другой стороны... А, ему еще заправиться надо съездить. Все. В общем-то, он приедет туда минут через 10. Только ему на другой конец карты ехать. Можно его отправлять. X9 у нас прибыл на поле. Соответственно, можно и вот этого товарища отправить ему помогать работать, разгружать. А солнечники, кстати, немного сыпет. Поэтому особых задержек там быть не должно. Плюс, опять-таки, будет работать с загонами. Ман будет просто все время постоянно разгружаться. Проблем быть не должно. Да, совсем немного его сыпет здесь. Контракт на поле 37 завершен. Там у нас была культивация. Его тоже принимаем. 14 тысяч получаем. Наши поля потом тоже надо будет обрабатывать. Обязательно. Полная подготовка к посеву. А мы все будем делать. То есть, эмульчировать и известь, и каток, и культиватор. В общем-то, все. И удобрения по полной мы все делаем. Сена-ворошилка у нас как раз прекратила свою работу. Сейчас мы его на соседнее поле отправим. 75-е. Ворошить со всей силы его. Так, давай поле 75. В принципе, мы ему не будем отправлять по автодрайву. Но маршрутик просто ему сгенерируем. У меня, кстати, ворошилка, тюкалка и волковалка. Они начинают с проходов и заканчивают потом вот этими круговыми движениями. Соответственно, вот эти вот все тюки, которые он собирает. Он сначала ездит по центру поля, а потом делает вокруг поля. Он, в общем-то, не спотыкается об тюки, что очень прекрасно. Давай, друг, с начальной точки погнал. Да, на 46-м поле у нас все в порядке. Они катаются, друг другу не мешают. Друг за дружкой. Быстренько все вспашут и поедут парковаться. Эх, автоматизация обожаю. Так, стоять. Что вы тут удумали, а? Все, хорош. Разгружайся. Водитель на ТГС двигается к станции обслуживания. Не может рассчитать маршрут. Только не говори мне, что это этот водитель. А это этот водитель. Ну и ладно, сейчас разгрузишься и едь куда хочешь. Пока Нью-Холланда, тогда отправим на наше поле убирать подсолнечник. Это будет поле номер 39. 39. Давай едь туда. Ищи свою станцию техобслуживания. Боже, сколько техники и как тяжело найти нужную. Нам нужен наш Джонни. Вот он, наш Джонни. Зачем он нам нужен? Скопировать его маршрут, правильно? Теперь нам нужно вернуться к нашему Нью-Холланду. Ему этот самый маршрут вставить. Кто-то еще завершил работу. Косилка, наверное. Ща разберемся. Ты у нас на поле 39. Давай едь, потом мы тебя там куда-нибудь поставим работать. Да, Бекэм у нас завершил работу. Переходим к нему и отправляем его на поле номер 45. Самое большое. Давай, друг, едь, коси его. У него на это, конечно, времени уйдет побольше, но все равно. Ну и паркуйся потом. Это последнее, что тебе надо сегодня скосить. Точнее, у него еще потом его ждет Носилос, Синокос. Но это уже будет потом. Дядя, а ты че так вот поехал не сложившись, а? Жадку не сложившись. Это я тебя так отправил, да? Бывает, ничего страшного. Водитель Т8 прибыл, парковка, культиватор. Я даже не видел, как он работал. Я его просто со стоянки отправил на поле. Он перекультивировал. За контракт деньги мы получили. Приехал, припарковался. Да, большое поле будет коситься полтора часа. Ну, ладно. Кстати, отсюда видно соседнее, которое пашется. Небольшая фора есть у первого, чтобы они не столкнулись. Так что все четко. Черт, Джонни, ты три часа собираешься работать, да? Ну, видимо, полтора часа. С учетом того, что Нью Холланд ему в помощь придет сейчас. Ну, Вольво приехала как раз тюки здесь собирать. Ездит, собирает. Тоже красота. Ладно, друзья, давайте, наверное, я тут сейчас вот этим вот всем позанимаюсь. В принципе, они сами работают. Особо моего внимания не требуют. Я пойду поужинаю. И когда закончим уборочную, тогда и встретимся. Ну, что ж, друзья, вот и подходит у нас к концу наша уборочная. Правда, одно поле еще не убрано. Такое себе конец. Но, Джонни у нас закончил. Насколько я понимаю, он уже начинает по пустоте ездить. А Нью Холланду еще минутка осталось. И класс у нас закончил. Давайте начнем с класса. Его надо переставить на другое поле. Контракт на поле 48 завершен, но мы его еще не убрали. Не затюковали, поэтому принимать нельзя. 40-й, кстати, тоже на 100%, но там еще не убрано. Там только ворошится сейчас все. Слушайте, я даже наверное его перегоню сам, потому что соседнее поле. Вроде как там можно будет проехать. Черт, нет, здесь нельзя проехать. Здесь дерево. Но я проеду. Вот эти столбы электропередачи нематериальные здесь. Поэтому вроде как все нормально. Последнее поле, которое нам нужно убрать в этом сезоне, это у нас поле 35. Это мы выставляем для того, чтобы нас мог найти наш грузовик. Генерируем маршрут и с начальной точки его запускаем. Давай, друг, работай. И грузовик, который работал вместе с ним, мы ему ставим поле 35 и давай съездить разгрузить, наверное, сначала. Блин, 54 минуты обещают, что будет убираться. Многоватенько, но ладно. Охрененно, разгрузчик просто подъехал. Так, друг, остановись. Выставляем трубу и разгружаем в мана сами. Я, кстати, манам здесь прописал парковочные места. На полянке некрасиво, но просто, чтобы они были. У нас там на основной базе есть рядом полянка. В общем-то, туда я их и засуну. В общем-то, вот это вот все дело мы складываем и отправляем на парковку. Давай, едь туда. Этого пацана мы тоже маршрут с него снимаем и отправляем на парковку. Ну, а маны отправляем на разгрузку. Сейчас будем смотреть, сколько у нас там подсолнечника получилось. У них, правда, есть у манов еще работа, но это потом. Также, друзья, предлагаю заправить наши комбайны, чтобы они к следующему сезону были полностью заправленными. А плюс, кстати, косилку надо заправить сразу. Ей еще кучу полей надо косить, поэтому давайте это тоже сделаем. Раз уж у нас здесь заправка, чтобы он потом никуда не ездил, я думаю, так будет лучше. Заправляйся. Да, в косилку тоже много влазит, но ничего. Все, ты заправился. Что там, комбайн какой приехал? Не? И холод вообще пустой. Да, еще жадки им надо перецепить, наверное, будет, чтобы красиво все было. На зиму надо их оставлять нормальными. Не, комбайны еще не доехали, им далековато. Так, ман, ты стой. Ты разгрузился. Сейчас мы тебе работу придумаем. А этот ман еще не разгрузился, но ему мы сейчас тоже работу придумаем. Там вон у нас товарищ, который соевые бабы привез. Разгрузился. Разгружаемся. И, друзья, что нам манами еще надо сделать? Нам надо отвезти по контракту кукурузу. Сделаем это двумя манами. У нас всего 962 куба. 963. Получается, этим ребятам нужно будет сделать одному 9, одному 8 поездок. Это не мало, это надолго. Что, друг, у тебя по топливу? У тебя по топливу все хорошо, но вот здесь не очень все хорошо, но ладно, надеюсь, ты это как-то переживешь. У второго мана с топливом не все хорошо, но зато он починенный. Кому из них на 9 поездок? Да пофигу. Давай ты у нас на 9 поездок поедешь. Куда нам эту кукурузу только возить надо? Хороший вопрос. В порт. Ну, даже относительно и недалеко. Значится, ты у нас едешь на биогаз северный, загружаешься там, после чего едешь в порт. И возишь ты кукурузу. Ставим тебе режим работы. Возить кукурузу. 9 раз. Погнал. Второму ману, соответственно, говорим, делать то же самое. Возить кукурузку. Тоже, соответственно, возить ее в порт и забирать ее на БГА склад загрузка. Ему 8 раз надо будет съездить. И все просто. Такс, вот эти товарищи. Давайте их заправим. Перецепим им жатки. Я надеюсь, что оба они сейчас достанут здесь до зарядки, до заправки. Нью-Холланд достал. И Джонни тоже достал. Да, Нью-Холланд топливо жрет больше всех. Сейчас мы еще им жатки перецепим. Все, заправились. Еще 1300 литров осталось. Прекрасно. Заправим ими класс. Этими литриками. А этим товарищам давайте поменяем жаточки. Надо было сначала Джонни выгонять. Его жатка там удобнее стоит. Чтобы ее первой взять. Так, эту мы бросаем в кусты. Я вот думаю, что я помыть их не смогу. Ну, ладно. Черт, ну это как подцепиться здесь, а? Отцепиться, отцепился. Вот так вот мы ее пододвинем. Все равно она под углом, блин, стоит. Ну, давай же, друг, давай. Ладно, еще назад ее чуть-чуть отодвинем. Сейчас точно подцепимся нормально. Оп. Подцепились. Огонь. Давай, друг, едь. Паркуйся. Еще раз. С этим товарищем проводим абсолютно ту же самую операцию. Жатку эту кукурузную бросаем вот здесь. Желтую жатку ему цепляем. Цепляем и отправляем парковаться. Давай, едь, тоже паркуйся. Черт, друзья, произошло говно. Не знаю, каким образом, но, короче, я тут двигал тюки, и у меня вот эта вот хреновина провалилась под карту. Она, скорее всего, восстановится при перезапуске игры, но есть одно но. Если я перезапущу игру, то сороковое поле я не смогу убрать. Это, на самом деле, печальная история. Так, у нас тут кукуруза уже выгрузилась одна, да? Это, на самом деле, очень грустная история. И я табом даже уже на него переключиться не могу, на этот трактор. Ну, ладно. Я сейчас в нехорошей ситуации нахожусь, когда нельзя игру перезапустить. А самое главное, мне надо вот это доволковать. И надо обязательно сороковое поле обработать. Черт, вот это дерьмо, конечно. Ладно, этот маршрут мы копируем. И, друзья, тут уже ничего не попишешь. Надо взять в аренду волковалку. Но других вариантов просто нет. Или же, или же расходы на топливо. Кто-то заправляться ездил. А, у нас он утопился, этот трактор. Даже синенькая метка на нем. Интересно, на карте я его найду, чтобы сбросить, а? У меня есть подозрение, что нифига. При перезапуске он появится в магазине, поэтому ничего страшного. Давайте возьмем в аренду трактор, просто чтобы завершить работу. Берем мощный. Денег не жалеем. Блин, 10 тысяч? Жалко. Блин, а это у Альдера, кстати, красивое в черном цвете. В Альтра-Кю. По-моему, ее в 19-й ферме Кю-версии не было. Так, поле 48. Маршрут мы ему вставляем. Давай, есть работы. Блин, 5 минут тебе еще туда ехать. Вот этого товарища мы пока приостанавливаем. Надо заволковать сначала. Блин, вообще нехорошая ситуация получилась. Вот прям совсем нехорошая. Ну вот, друзья, и закончена уборка получается, да? Да. Еще полчаса времени прошло. Блин, как нехорошо получилось с трактором, с волковой жаткой. Итак, значит, ты у нас друг. Едешь, разгружаешься на БГА. Склад выгрузка. И после чего паркуешься. Ты нам больше не нужен сегодня. Как сразу все позавершали работу. Ты у нас друг. Мы тебе отсоединяем жатку. Маршрут можно сбросить. Контракт на поле 75 завершен. И куда оно пошло засчитываться? 30-й тоже завершен. Шикарно. Отлично. Значит, мы поле тюкуем, но тюки не вывозим. Так, друг, ты есть паркуйся, давай. Сейчас мы с тобой разберемся. Вот этот товарищ у нас завершил работу. Его мы отправляем на поле номер 40 с начальной точки. Там уже волковалка наша аренная все делает. И сегодня, как минимум, надо все затюковать. Вывозить не обязательно. Точнее, лучше даже не вывозить, чтобы не засчитать случайно 45-е поле. На 45-м поле, кстати, у нас уже идет ворошилка. Час остался работать. Довольно много она сделала. Кто еще завершил работу? Мульчер, наверное, завершил работу. Да, мульчер завершил работу. Мульчер 34-е поле у нас обработал. Соответственно, давайте отправим его на 35-е, которое мы только что закончили. Едь давай все мульчируй. Со всей силы. Погнал. Не знаю, есть ли в этом смысл, но ладно. Ман с бабами у нас, соответственно, разгружается. И можно подвести уже, наверное, некоторые итоги. Подсолнухов, друзья, мы собрали 227 кубов с нашего большого поля. Соевых бобов 97 кубов с наших двух полей, которые поменьше. А бобы, наверное, у нас на продажу будут. Интересно, в какое время они у нас... Я просто не вижу пока что им ближайшее будущее применение. В июле, как правило, самая высокая цена. И на самом деле, наверное, имеет смысл подождать эту цену. Правда, не знаю, будет она или нет, но посмотрим. Сделаем себе пометку, что будем продавать это все дело в июле. Все остальное продавать мы не будем. Класс наш припарковался. Давайте его тоже заправим на зиму. Хотя вообще, насколько я понимаю, логичнее было бы сливать топливо на зиму. Но мы все делаем наоборот. Мы не самым логичным образом поступаем. Давай, класс, заправляйся. В тебя, конечно, не все влезет, но ладно. И, друзья, вот этому товарищу, наверное, имеет смысл зарядить батарейку. Только я не помню, где это делается. Заправки, заправки, заправки. ЭЗС. Электрозарядная станция. Наверное, это оно. Давайте отправим его туда. Посмотрим. Давай, друг, ей туда. Поставим тебя на зарядку. Еще вопрос, сколько он будет заряжаться. Маны, друзья, мы тогда... Точнее, маны. Комбайны. Комбайны моем. Комбайны у нас зеленые, последнее по полю, через которое они ехали, 33-е. Я все никак не переложу маршруты, чтобы они там не заезжали на парковку. Ну ладно, пока заезжают, пока пускай катаются. Ну и все. Комбайны чистые. Им больше ничего от нас не надо. Кукурузы 71 куб остался. То есть, этот прицеп и еще другой прицеп и еще чуть-чуть будет вывезено. У нас даже излишков нормально получится. 29-е поле уже почти закрыто. Сейчас, друзья, закроем все контракты, кроме 40-го. И будут у нас еще денюжки. Здесь у нас все мульчировано. Уровень PH чуть-чуть ниже нормы, кстати. Где-то в норме, где-то чуть-чуть ниже нормы. Наверное, имеет смысл посыпать это поле известью, да? Сесть будем уже весной. Я пока еще не решил, что. Пока что к подсолнечнику, конечно, склоняюсь. На большое поле-то мы точно подсолнечник будем сажать, где мы его собирали. А на вот эти два маленьких я, друзья, еще не решил. Вот здесь уровень PH на 35-ом чуть больше, чем надо. Здесь мы точно известью посыпать ничего не будем. Где-то чуть меньше, где-то чуть больше. Ну ладно, пойдет. Так, он куда-то приехал, но здесь ничего нет. Видимо, надо ставить самому эту электрозарядку, да? ЭЗС. Я бы сказал электрозарядная. Может, ее на юг отправить? Где-то еще была такая штука, как зарядка. Или мне казалось, что это было. Или я это на карте где-то видел. Во, станция электрозарядки. Есть же такое, да? Заправка юг ЭЗС. Давайте его отправим туда. Может быть, карта автодрайва, знаете ли, трохи подустарела. И карта обновлялась, а карты автодрайва, например, нет. Вот не может он выехать. Давайте отправим его туда. Так, этот товарищ поехал на садоводство. Стоит здесь. Разгружаться пока не будем, чтобы контракты не оборвались. Давайте, друзья, примем все контракты, которые мы насобирали, кроме сорокового поля. Главное, его случайно не принять. Тут прям жирные. 103, 115 тысяч, 40, 10, 15, 39, 37, 33. Прекрасно. 620 тысяч, друзья. Здорово. Плюс еще вот эти вот контракты тоже будут сделаны. Плюс тюкование тоже будет сделано еще. И плюс мы еще обновим контракты. У нас 4 культивации здесь есть. Давайте их тоже примем. Все это тоже потом сделаем. Также, друзья, давайте подведем итоги небольшие. Во-первых, по точному земледелю, эко-счет у нас уже поднялся, 83. Поля, которые мы раньше начали обрабатывать, 94. Тут 87 есть. Вот эти два не очень, потому что тут что-то все, вот тут с азотом плохо. Тут с азотом хорошо, но плохо с PH. Друзья, это еще выровняется. Видимо, до 94 мы и будем добивать. Для сотки нужно будет купить сейлку, которая с культиватором сразу идет, тогда будет сотка. Со временем будет. Но вроде как нормально у нас уже такой процент неплохой идет. Кстати говоря, у нас же сейчас еще и кукуруза лишняя будет продаваться. А, этот уже едет на место для парковки, а белый, соответственно, едет последнее, сколько у нас тут лежит? 12 кубов забрать, ну, за 2900 продаст. Ладно, 3000 тоже неплохо. В общем-то, еще что. Все наши поля я подготовлю к посеву, то, что мы сейчас убирали. То есть, сейчас вот мульчером пройдемся, где надо, известью пройдемся. Закультивируем это все дело и на весну оставим посевную. Весной уже это все дело засеем, пройдемся удобрениями и каточком. Я сейчас дождусь, пока вот это вот все дело у нас затюкуется здесь. Вот эти тюки мы отсюда в сторонку уберем, потому что по кругу они еще будут ехать, чтобы они им не мешали. Затюкуется и в общем-то и пойду спать тогда. Больше тут делать особо нечего. Если еще какие-то контракты появятся в ноябре, я их тоже выполню. Зимой контрактов никаких не будет, делать нам будет абсолютно нечего. Блин, какое же вот конченое поле вот это, а? Надо переставать на нем контракты делать. Вот, кстати, вот так вот они у меня здесь паркуются. Ну, что поделать? Пока альтернативы нету. Если вот так вот я их здесь вывел, ну, что поделать? Этот у нас сейчас последний вот эти вот сколько там 12 кубов заберет, отвезет их. Вот куда звук двигателя пропал. Понятно, автодрайв начинает уже подлагивать под усталом. Отвезет это все дело, выгрузит и поедет припаркуется. Если, друзья, будет забита электроэнергия за зиму, то я ее продам. В общем-то, в теории весной у нас должны быть какие-то деньги. Встретимся тогда в марте. Там будет начало посевное, глобальное. Надеюсь, что будет тоже много контрактов. И на этом, в общем-то, тогда у нас все. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропускать, если вдруг еще не подписаны. На сервер Дискорде вступайте, там уведомления, общения. Если не хотите ждать следующую серию, то на Бусти она уже, скорее всего, вышла, да еще много чего там интересного есть. Ссылочка в описании. Тем, кто поддерживает на Бусти спонсором, огромнейшее спасибо за поддержку. О, товарищ прибыл на станцию электрозарядки. Я не вижу все равно этой кнопки. Зарядиться где его? А, во, слушайте, есть же станция электрозарядки. Или он задом туда заезжал? Блин, а может и на той, этой самой тоже есть такое. Но это похоже на станцию электрозарядки, только трактор же как-то вроде как она там моргать начинала в 19-й ферме, да? Я сомневаюсь, что здесь сделано, что надо определенной стороной подвижать. Или ее надо купить? О, я монетку обнаружил, кстати, которую мы не собрали, которая не высветилась. Блин, а хрен его знает, как здесь заряжаться. Ладно, потом разберусь, а если не разберусь, то поставлю электростанцию на базе. Кстати, можно ее воткнуть там, где парковочное место этого засранца. Ну ладно, потом разберемся. В общем-то, всем огромное спасибо за просмотр и всем пока кем. А, друзья, давайте еще посмотрим итогу, экономический анализ по полям. 38-ое поле, я его давно не сбрасывал, но вот после сброса что-то мы там собирали. У нас расходы перекрывают полностью прибыль. Итого, 850 евро. Известь, удобрения потраченные, семена, все это нахрен перекрыло наши урожаи. Интересно. Подсолнечник в плюсе на 99 тысяч. Соевые бобы собрали тоже типа в плюсе, но небольшом. Не знаю, как это работает, ладно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»